здравствуйте вы смотрите программу время говорить меня зовут дмитрий беломестнов и сегодня поговорим про подводный мир и дайвинг и у нас в гостях самый известный подводный оператор во владивостоке и не только дайвер дмитрий рудость дмитрий здравствуйте привет вы наверное изучили все морское дно в японском море расскажите что у нас в наших бухтах на наших побережьях есть интересного для дайвера и в каких локациях вы бывали дело в том что ну это очень такое смелое заявление на счет того что я изучил так много познал и так далее дело в том что изучить эту подводную вселенную но на сегодняшний день это дело нереальное потому что ныряя просто даже в одном и том же месте постоянно для себя делаешь какие-то открытия более того вот сейчас статистические такие данные то что вот сейчас ученые когда изучают глубоководную часть нашего японского моря постоянно то есть каждое практически погружение глубоководных аппаратов сопровождаются каким-то значимым или не очень значимым открытием что же касается нашего японского моря которые вот такой рекреационно известная прибрежная зона там какая-то там зона в которой мы отдыхаем и так далее да действительно я нырял достаточно много достаточно в большом количестве мест и вы знаете как вот что-то конкретно выделить я к сожалению не могу потому что везде по своему интересно и везде по-своему очень увлекательно то есть вот у нас наш краем настолько большой что скажем южная часть края она отличается от едят северной части края и в том числе и дайвинг он отличается хотят ну там как бы принципиальных отличий нет и там и там животные и все можно встретить и там и там вот но есть некоторые особенности то есть ну например на севере края море прогревается гораздо позже чем на юге на юге края у нас очень много островов а это накладывает свой отпечаток на живности на поведение животных и ну на содержание дайвинга примеру чтобы вы понимали о чем я говорю но предположим вот камчатский краб или там краб волосатик всем известны эти животные не любят очень холодную воду для нас с вами очень холодная вода то есть для них очень комфортная вода это где-то в районе 2 градусов ну соответственно у нас здесь вода прогревается быстрее температура воды поднялась крабу становится дискомфортно он уходит на глубину на севере же края еще более продолжительное долгое время вода остается прохладной и там в этих животных можно наблюдать дольше соответственно но там как правило это открытое море очень мало островов то есть это я не говорю в целом о северной части нашего края вот но вот есть очень популярные места в районе дальнегорска то есть рудная бухта рудная там достаточно интересно нырять и так далее там как ну как бы островов нету и это открытая часть но это откладывает отпечаток накладывает отпечаток на то что вот я говорил выше то есть там можно встретить каких-то животных которые здесь у нас уже отошли там они присутствуют ну и специфические такие моменты по дайвингу там конечно присутствует здесь это вот вы говорили то что можно встретить животных каких необычных животных вы встречали и бывали ли случаи нападения акул да и вообще насколько дайвинг опасен и экстремален вы понимаете в чем дело занятия дайвингом это просто по определению это занятие которое достаточно экстремальное поскольку мы в воде слова под водой словосочетания мне не нравится потому что ну как бы под водой но мы ныряем в воду соответственно в воде погружаясь в воду мы погружаемся во враждебную среду хоть мы состоим на большую часть из воды но тем не менее дышать то мы не можем без специальных устройств поэтому каждое погружение если без бездумно как-то к нему подходить если подходить безответственно то она может закончиться то фатально вот значит но в дайвинге понимаете это такое увлекательное занятие где ты делаешь шаг с лодки или с берега ты попадаешь совершенно другую вселенную где свои законы свои принципы есть ощущение невесомости совершенно другой мир где есть совершенно другие взаимоотношения между этими всей этой биота и так далее если ты подходишь к дайвингу не как к походу в гастроном то что таких дайверов достаточно много у нас приморском крае в общем-то по всему миру то есть нырнуть что-то добыть съесть там и так далее а если ты подходишь с той целью чтобы что-то понаблюдать изучить что-то увидеть необычное это вот то место где то есть занятие дайвингом она под собой подразумевает вот именно то что ты если ищешь приключений каких-то там эмоций и так далее вот занимаясь дайвингом этого будет в избытке по поводу экстремальных ситуаций нападение акул к счастью мне в этом плане везло хотя с акулами встречался достаточно много бывали экстремальные ситуации когда скажем при съемках фильма об акулах на кубе вот мы ныряли там без какой-то там защитной экипировки вот вокруг меня например крутилась порядка там 30 40 акул вот и вы знаете на первоначальном этапе когда их только видишь в таком количестве особенно когда находятся они еще как бы в активной фазе когда они питаются там охотятся и так далее этот ну такой драйв тут еще вот но это изначально побыв с ними некоторое время я вот например себя поймал на мысли то что я к ним начал относиться как дворовым собакам то есть но наверняка многие люди видели эти собачьи свадьбы которые когда там куча собак бежит там за одной самочкой и там пытаются охмурить и так далее вот и там стоит одной собаки гавкну все остальные начинает ей вторить и ну бывает такое что и нападает на людей это все это дело но сопровождается какими-то печальными историями всякими вот акулы они ведут себя одни где-то подобные то что по большому счету мы существа достаточно большого размера в морях и океанах размером на игра и значение также как в общем-то и на земле ну да бывают моменты когда акулы начинают проявлять но вот из моей практики просто возвращаясь к фильму о кубинских акулах были моменты когда я повредил ногу поцарапала коралл вот и я воочию увидел то как меняется поведение акул то есть они начали достаточно агрессивно себя вести ну то есть нападать на меня не не пытались учитывая мой размер и мое уверенное поведение вот но движение стали отрывистыми а вот для того чтобы понять когда акула начинает вот предвестники атаки это движение начинают становиться такими отрывистыми она опускает передние плавники вот и как правило начинает возле своей добычи жертвы объекта своего внимания начинает кружить вот были такие моменты приходилось бить в нос вот отталкивать камерой и так далее ну к счастью ради вас любимых телезрителей все обошлось все хорошо нападение не было но вот были моменты когда нам моего приятеля он очень захотел снять рыбу ангел подошел к ангелу к этому а до этого вокруг этого рыбы ангела крутилась акула я так понимаю она видимо его как конкурента восприняла и там вот было именно вот и все вот эти предвестники которые выше сказал прежде сказал они присутствовали ему то есть тут в этой ситуации просто мы группой навалились акулу выдавили просто еще слава богу все обошлось расскажите вообще когда как вы начали заниматься дайвингом и какой у вас опыт но я сейчас не могу вам сказать когда это произошло дату то есть сказать вот начале двухтысячных годов было дело в том что я самого раннего детства пытался мечтал о каких-то подводных приключениях знаете зачитывался книгами жюля верна рассматривался приключениями команды кусто и так далее мы в детстве находили огнетушители очень похожи на надо на баллон акваланга вот пытались насосами накачать их что-то там шланги взрывались к счастью не получилось не нырнули и потому что иначе если бы удалось отдохнуть эту смесь которая присутствует мы этого не понимали 6 лет и так далее а потом вы знаете ну как бы наверняка очень много детских каких-то грез они не сбываются почему потому что засасывает вот этот бытовуха обучение в институте это становление как бизнесмена и так далее так далее семья и так далее и так далее так далее как-то это все отошло на задний план все это как-то забылось а потом просто случайно получилось так что мы приехали на север нашего края у приятеля было день рождения там вот ну здорово отметили все утром стали из палаток вылезли смотрю акваланг стоит его ребята чей и ну и парень там типа домой его можно я попробую без проблем но я просто без глаз без ничего зашел по грудь потом ну как бы понимаю что у некоторых людей есть такое знаете порог инстинкт самосохранения очень для многих людей трудно заставить себя в именно сделать вдох под водой я как бы меня это никто не учил я не знаю просто интуитивно зашел где-то по грудь там по поясу точно не важно просто присел на корточки знаете и сделал первый вдох оказался это настолько элементарно просто по крайней мере для меня и бы я буквально тут же блин глаз ты маски трубки схватил бы тут же на катере мы там на лодочке отошли ближайшим там брификом таким это поселок валентин был вот тут же я нырнул на 15 метров как бы там еще ничего не знал барабанной перепонки чуть не порвал не знал даже что продуваться там надо и так далее вот но все опять таки обошлось все здорово ну вот с того именно момента меня унесло так что я во первых после этого первого погружения я дня на три-четыре-пять я мог разговаривать только дайвинге по приезду из этого поселка я буквально помчался обучаться покупать снаряжение и так далее вот тут закрутилась завертелось но видео именно мою это уже в та другая стадия вот смотрите есть дайвинг существует еще и фридайвинг как вы к этому я отношусь ко всему положительно потому что понимаете как и вот не я сказал один из великих жак и в кусту сказал познавая моря ты познаешь себя понимаете тема какая тут вот человек который занимается изучением моря не хочу ли там высокопарных слов говорить чего-то такого но это всегда приключение это всегда шквал эмоций это всегда буря блин каких-то там впечатлений и так далее ты вот просто в качестве наглядного примера ты можешь нырять в одном и том же месте в разное время года да чё там разное время года в разные там скажем сегодня наверно потом через неделю здесь же ныряешь абсолютно все может поменяться и ты встретишь то что там никогда не было ну ты этого там не видел и поэтому ты его делая шаг в воду ты в это я еще в акваланг называют а телепорт потому что ты делаешь шаг в воду ты попадаешь совершенно в телепортируешься в другое измерение а фридайвинг он еще и помимо того что изучаешь как был окружающий мир надо пытаешься находиться с ним в гармонии и так далее он под собой подразумевает еще и философию некую то есть это фридайвером может стать человек очень дисциплинирован там очень дисциплинированный также как и дайвером то есть дайвером который если хочет человек стать высококлассным профессиональным и так далее нужно быть человеком организованным нужно быть человеком внимательным нужно человеком быть тем который способен принимать правильные решения в правильное время потому что знаете как вот есть такое выражение есть старые водолазы есть смелые или бесстрашные водолазы старых смелых водолазов не бывает поэтому тут вот момент такой что вот основной это в дайвинге основной принцип это не переоценить свои возможности вы много путешествуете вот уже немного рассказали про кубу расскажите где вы еще бывали и что интересного вы там нашли увидели вы знаете тут вот вопрос интересно часто мне его задают но это вот проще наверно сказать где я не был вот дело в том что ну бывает так что мне повезло просто в жизни я у меня такое увлечение которое позволяет мне смотреть изучать параллельную вселенную она мне помогает и позволяет общаться с очень широким кругом людей очень много знакомых товарищей по всему миру и так далее плюс ко всему это это занятие она не то что позволяет а как бы стимулирует путешествие и скажем так ну я в общем-то в юго-восточной азии наверное везде был был в индийском океане на кубе на галапаготских островах в эквадоре ну и так далее так далее то есть я путешествие очень много и в папуа новой гвинеи приключений было достаточно много посмотрел очень много и она того стоит как бы движение это жизни блин вот друзья мои мой принцип такой что жить нужно сегодня не вчера или завтра но также вы участвуете в фестивалях расскажите про них немножечко я некоторое время занимался дайвингом а по истечению какого-то времени для каждого человека это в разные периоды времени продолжительность вот но приходишь к тому что нужно в воде чем-то заниматься кто-то там начинает я не знаю там заниматься подводной охотой я не знаю кто-то фотографии кто-то видео кто-то там же ныряет на какие-то там сумасшедшие глубины кто-то изучает там каким затонувшие объекты и так далее вот меня я занимался изначально когда понял что мне чем-то хочется заниматься в дайвинге помимо созерцания мне первое желание когда я первый раз нырнул мне хотелось поделиться той красотой сумасшедшей которая находится у нас японском море друзьям показать что можно сто раз рассказывать но один раз показал это будет более наглядно вот я занялся в подводной фотографии после того когда мы пофотографировал в общем-то друзья говорили что неплохо получалось но она меня как бы не цепляла так как видео а вот когда я первый раз взял в руки камеру подводную у меня просто вот вы знаете ну прям вот сумасшествие на меня какое-то нашло я нашел себя и все полетела поехала закрутилась так что просто будь здоров а ну по истечению какого-то времени когда поснимал то все 5 10 насчет с этим материалом делать вот меня пригласили в качестве участник участника на международный фестиваль человек и море в девятом году это было вот я сходу стал победителем в номинации подводная камера ну и сейчас получается я на сегодняшний день если говорить о человеке и море я бессменный победитель в разных номинациях вну там бессменный победитель в номинации подводная камера пятнадцатом году мы с видео продакшн фаза сделали совместный проект который получил гран-при в том числе этого фестиваля и в том числе приз зрительских симпатий горжусь тем что нам даже удалось победить федора бондарчука вот и были очень много серьезных работ но гран-при это лучший фильм среди всех как бы ну и получается мы еще и призрительских симпатий урвали там еще и подводная камера должна была быть на нашей новом я так понимаю жюри уже посмотрела что передаст нахватит слишком много подарков ну и пошло и поехало в общем сейчас я на сегодняшний день фестивалей повыигрывал я просто даже боюсь но ошибиться просто у меня в офисе ну скажем вот такая вот стена вся завершена диплом есть чуть точное количество я не знаю в прошлом году хочу похвастаться прошлом году мы победили на фестивале море зовет в городе санкт-петербург получили номинацию лучший фильм о подводном мире вот и там принимал участие жак майоль вот в том числе его победили поэтому горжусь этим делом это фильм называется заповеда на и море этот фильм посвящен сорокалетней годовщине со дня образования нашего морского биосферного заповедника единственного в россии на сегодняшний день надо сказать что приморцы у нас есть чем гордиться единственный пример морской заповедник находится у нас ну кроме того что вы стали многочисленным победителем фестивале вы также сейчас самый известный подводный оператор и и вас приглашают работать в кино расскажите об этом опыте как вообще вы попали в киноиндустрию вы знаете но как бы тут это сарафанное радио просто я знаете настолько стал сумасшедшим в плане видеосъемки и так далее что я начал пытаться делать те вещи которые трудновыполнимые какие-то и так далее ну а в узких кругах это в общем-то дорогого стоит и в общем пошло и поехало вот по поводу съемок во всяких художественных проектах в художественных фильмах и так далее это всегда такое сумасшествие вам скажу это вообще просто это капец но это настолько интересно увлекательно ты всегда импровизирует что всегда делаешь какие-то вещи которые до этого не делал почему потому что ну как бы когда я сам снимаю я сам себе режиссер ну по понятным причинам а здесь есть режиссер есть сценарист есть вот они пишут там придумали себе вот ты должен это все это дело донести до зрителей чтобы это не не казалось каким-то там узнаете мусором чтобы это человек посмотрел сказал вау это круто даже самая крутая оценка и вот порой просто бывают такие моменты когда очень сложно те образы которые нарисовали себе люди творческие сценаристы режиссеры их ну как бы технически воплотить жизнь но тем не менее когда это удается сделать и сделать на высшем уровне на хорошем уровне то это прямо очень такой стимул клевый давайте напомним нашим телезрителям в каких фильмах вы приняли участие это был на районе до ну да не вы козловский с ильей это самое значит да на районе вот сейчас я вернулся только что с байкала снимали художественный фильм у него предварительное название было даю посадку она может еще изменится но он там по моему сейчас уже заканчивает монтаж этого фильма не знаю как на сегодняшний день но возможно и останется этот фильм главной роли дмитрий певцов для national geografic я снимал для сергея брилева снимал тайну трех океанов всю подводную часть этот я снимал этот фильм посвящен нашей великой подводной лодки с 56 которая стоит на корабельной набережной лодка которая прям шороху навела у немцев будь здоров личным врагом фюрера оказывается было адмирал сидрин просто в это великий человек который просто он и 17 лет 18 раз объявляли потопленной она появлялась и начинала мочить в общем немцев великая лодка и вот там история о том какая это подводная лодка совершала крутосветку вот и в отряде из трех лодок одна лодка погибла в тихом океане ну и мы снимали реконструкцию этих событий так далее было тоже очень здорово интересно увлекательно а вот вы вернулись из байкала насколько там интересно мне очень часто задают этот вопрос и я у нас съемочных дня было два шаг право шаг влево расстрел то есть я уезжал еще темно было приезжал уже темно было и съемочный процесс просто мы там такой блокбастер наворотили просто капец честно мне даже самому понравилось и этот процесс и результат и так далее фильм должен получиться неплохой очень неплохой байкальская природа то очень красивая что там говорить вот но у меня честно говоря такого прямо стойкого впечатления какого не сложилось потому что всю дорогу монитор актер дублеры там кого как расставить как это все организовать уж и я там был еще и оператором постановщиком подводных съемок но все дело очень экстремально потому что парень который был дублером ему приходилось в трехградусную воду а на поверхности было минус 25 в трехградусную воду запутанным в сетке по падать на задержке дыхания и поэтому если бы скажем где-то что-то сработало нештатно или как-то не так как прошло и не так как мы планировали то это могло бы закончится очень фатально вот поэтому все внимание я был весь сосредоточен именно на этом процессе и кровата но хочется хотелось бы больше что важно в дайвинге и сейчас вот все больше появляется новостей о гибели дайверов и в основном это в период весна осень с чем это связано с климатом с изменением или с неподготовкой дайверов или может быть с их экипировка какой-то неправильная с чем это вызвано вы знаете каждый случай он по-своему исключительный каждый случай он по-своему индивидуальные и вот сказать там что одно или другое или третье постоянно было я не могу и бывает такое что но в первую очередь занимаясь дайвингом нужно быть человеком подготовленным нужно было чтобы было у тебя снаряжение подготовлено правильно чтобы все работало чтобы все проходило штатно и обучение в дайвинге один из смысл обучения заключается в том чтобы научить человека как поступать если что-то пойдет не так то есть если выйдет из строя какой-то там элемент оборудования или что-нибудь там пойдет не так чтобы у человека человек знал какой алгоритм действий как мы выходить из сложной ситуации то что повторяю мы находимся во враждебной среде и человеку достаточно запаниковать и это все может запросто закончится фатально но вот конкретно в этом то что вы говорите весна осень я честно параллели здесь не могу эту корень ну как вы комментировать эту информацию обычно играет роль какую вот это тут не было неправильно подготовлен человек неправильно работающие оборудование и какие-то нештатные ситуации вот какие-то экстренные ситуации которые приводят человека в стресс а вот надо сказать то что очень важно не паниковать потому что есть такое правильное очень выражение это паника нас убивает а страх нам помогает выжить и поэтому вот если человек правильно подготовлены если он научен правильно реагировать на какие-то там экстремальные ситуации то как правило все про все проходит гладко хорошо и как говорится по фэн-шую а если человек просто вот он такой там я не знаю супермен который там пошел где-нибудь там на форпосте купил снаряжение собрался морепродуктов там насобирать там гребешка какой покормить семью сам поесть что-нибудь такое как правило вот так вот бывает пошел на каком-то маяке нырять там глубины серьезные течение присутствует ну все и у нас очень много сетей например плавающих вот в том числе сейчас корейская вот этот северокорейское нашествие сейчас в море то этих сетей дрейфующих просто немерено вот представляете она там подтопленной человек там капышался капошился где-нибудь там что-нибудь как-нибудь и тут вот это вот сеть которая там может сотни метров быть запутался все не выпал к примеру таких примеров очень много и в первую очередь это неправильная подготовка как специалиста . дайвера неправильное состояние снаряжения и какие-то там специфические факторы то есть лучше один раз не нырнуть чем один раз него нырнуть хорошие поэтому так а вот насколько дайвинг дорогое удовольствие и расскажите про вашу про ваше оборудование есть смешное такое выражение то что бедный дайвер это богатый горнолыжник вообще занятия дайвингом особенно до последнего времени было таким труднодоступным видом занятия поскольку снаряжение достаточно серьезно больших денег стоило и было это как правило труднодоступно сейчас вы знаете слава богу мы живем в то время когда научно-технический прогресс развивается такими семимильными шагами и получается что снаряжение для дайвинг она становится одну доступнее доступнее но тут есть такой маленький или большой маленький большой нюанс дело в том что снаряжение она очень разная и скажем чем более это профессионально чем она более крутое по содержанию морозостойкая например там ну и так далее и так дать им она естественно дороже стоит что там говорить или просто простой пример или пойти мылицу фотоаппарат купить какой-нибудь там или пойти профессиональный фотоаппарат купить это как бы разные вещи разными весовые категории в разные заточки разный результат совершенно также это относится и ко всему и к видео аппаратуре и к оборудованию для дайвинга и так далее дело то что снаряжение повторяю сейчас достаточно много и можно в общем-то подобрать себе на свой достаток и так далее но телезрителям хочу дать совет лучше купить что-нибудь одно но хорошее чем купить все но такое знаете ниже среднего качества от этого зависит качество пребывания в воде от этого зависит ваше впечатление ну и так далее то есть это комфорт это мне один приятель ли он изначально как бы брал снаряжение знаете как да типа мне пойдет это нормально там и брал ну вот ориентируясь сугубо на цену вот сейчас у этого приятеля у него все снаряжение в двух экземплярах как минимум потому что он понырял начале в одном потом нырнул попробовал как это здорово нырять в хорошем но хорошим привыкаешь быстро давайте все-таки расскажем нашим телезрителям что это за такое чудо прибор позади вас стоит для чего он не терпалоид инженера гарина это комплект для подводной видеосъемки вот то что видно зрителю то что видно нам с вами это защитный бокс так называемый то есть внутри этого устройства ставится обычная камера которые мы снимаем на поверхности вот этот бокс он защищает камеру от воздействия воды я использую камеру канон c200 камера которая синематографического качества она позволяет снимать видео формате raw вот на сегодняшний день это самое крутое как бы то что видео нам предоставляет имеется ввиду формат он заточен под постпродакшен ну и как бы это все у меня профессиональное и скажем людям которые хотят там раз в год где-нибудь в таиланде или я не знаю там на филиппинах нырнуть заснять как там какую-то рыбку это совершенно не нужное дело потому что объем мы видим денег стоит очень много управляться с этим она за вас думать не будет чем профессиональная аппаратура тем более она требует вашего внимания то есть надо все автоматических режимов нету надо все самому думать настраивать постоянно тем делом заниматься сейчас очень много различных камер да вон gopro например ну да в общем то неплохую картинку туристическую дает там оставить впечатления какие-то там воспоминания поездки она вам позволит точно да и напоследок давайте все-таки такой вот веселый вопрос хочется уйти на веселой ноте есть ли юмора в вашей профессии бывали ли смешные ситуации да и вы понимаете вот дайвинг это я уже говорил раньше это такое дело где постоянно приключения постоянно какие-то хохмы постоянно какие-то впечатления постоянно вот что-то происходит вот ну я не знаю дайвинге ну как-то без этого не обходится ни одно погружение ни один выход в море и так далее комичных ситуаций было достаточно много очень много комичных ситуаций бывает под воздействием азотного наркоза дело в том что мы находясь на глубине ну там например на 30 метрах мы дышим под давлением там нам чтобы вздохнуть нам нужно чтобы кислород вы точно простите воздух подавался под давлением 3 атмосферы на фоне этого дела получается что мы потребляем гораздо больше азота чем на поверхности азотное опьянение оно очень похоже на опьянение алкогольная на фоне вот этого азотного наркоза люди просто ну бывает такие хохмы устраивают что просто капец вот вам просто любому наверно зрителю будет интересно знакомый всем жак и вкус то делая одно из первых своих глубоководных погружений он делал нам сказать что он был очень подвержен азотному наркозу вот ему почудилось что к нему подплыла рыба и показывает нет воздуха дай подышать взял регуляторы и отдал вот если бы не было его напарника вон он бы просто не выпал у меня очень много смешных тоже ситуации бывало то которые я наблюдал ныряя как-то тоже глубоководное погружение делая была такая смешная ситуация когда один парень подплыл к девушке дайв мастеру и показывает нет воздуха дай подышать она ему показывает такие разворачиваются и уплывают другую сторону ну там как бы все это нормально закончилось но вот девушки и тучные люди они подвержены азотному наркозу ну и бывает что просто такие смешные ситуации что человек бывает такое что поднимается на поверхность и не помню чего там чудил спасибо большое за интересную и увлекательную беседу а я напоминаю что у нас в гостях был подводный оператор дайвер дмитрий рудась меня зовут дмитрий беломестнов вы смотрели время говорить увидимся на восьмом дмитрий беломестнов